Дмитрий Богданов, который расскажет нам и покажет, я думаю... Презентация. Да, я сейчас ее включу. Но я же должна похвалиться своим слайдом. Он нам расскажет про бессмысленное корпоративное видео. Я как-то так себя и представляю, собственно, обычно с камерой. И про то, что делать не надо. Да, я не покажу, я больше расскажу. Сейчас включу. Есть. Привет, меня зовут Дима. И я создаю бессмысленное корпоративное видео. Это правда, я сейчас расскажу, почему так получилось. Когда мне было 13 лет, я стал ведущим кулинарной программы на Сергеево-Пасовском телеканале в Подмосковье. Как это произошло? Кто-нибудь любит готовить? Вот есть мы все любим. Кто любит готовить? Вот. Ну, ребята, да. Я тоже очень люблю готовить и всегда любил. И родители говорят, что я лет с пяти уже что-то там кашеварил. В общем, все, портил продукты, переводил их. Что-то выбрасывалось. Родители терпеливо на это реагировали. Хотя это были 90-е. И, наверное, такая роскошь не всегда была уместна. И к 13 годам я уже думал, что я уже хорошо так готовлю. Я уже такой молодец. И кто-то, может быть, папа или мама, я не помню. Кто-то мне сказал, блин, ну здорово, когда-нибудь ты можешь вести программу на телевидении кулинарное. Сказали мне и забыли. А я не забыл. Мне так это понравилось. Так, блин, мне это понравилось. Я. И вот прям, ну круто. У меня появился смысл. Смысл того, зачем я вот это все готовлю. И у меня появилась цель. Втихуя от родителей никто ничего не знал. Я нашел дома красный справочник. Нашел там адрес местной телекомпании. Написал им письмо. Здравствуйте, меня зовут Дима. Мне 13 лет. Я вот очень люблю готовить. А у вас нету программы про кулинарию. Давайте я буду ее у вас вести. Отправил письмо. Через неделю пришел ответ. Здравствуйте, Дмитрий. Ваше предложение вызывает интерес. Приходите на очную встречу для обсуждения каких-то подробностей. Слово «очная встреча». Я не понял, что такое очный. Я начал искать по словарям. Понял, что это какая-то личная встреча. Короче, так я попал на телевидение. И 13 декабря 1998 года вышла первая программа кулинарная моя. Она называлась «Стряпчий». Стряпчий. Стряпать. Нашли такое слово. Стряпчий. И меня, собственно, тоже так называли. Оттуда я уже узнал все про телевидение, про рекламу, про вот эту всю историю. И сейчас прошло 20 лет, мне 33, и я руковожу командой Риволти. Здорово, что лапка. Тут вот курсор так. Я руковожу командой Риволти. И я тут посчитал, что корпоративные видео я уже снимаю с 20 лет своих. То есть это уже 13 лет. И я пытался посчитать, сколько я сделал роликов. Получалось где-то около 100 роликов в год. Я садился, чем я тогда занимался, по-моему, тонну. Короче, около полутора тысяч роликов за 13 лет я создал корпоративных. И я подумал, круто. Ну полторы тысячи. Ништяк вообще. А потом такой, а где они? И что после этого осталось? И понял, что нифига не осталось. Только годы прошли. И что-то я подумал. И чего? А чего дальше? Следующие 13 лет я еще сниму. Ну не полторы, но поменьше тысячи. И что вообще после меня останется? И не нашел я себе ответа тогда. И у меня возник вопрос, в чем смысл тогда? Зачем я это делаю? Понятно, что я решаю задачи клиента. Компании, значит, платят деньги. Я создаю какие-то продукты, эти деньги я зарабатываю. Это все окей. Но просто контент корпоративный, он, знаете, как салют такой. Он вспыхивает, решает какую-то сиюминутную задачу и исчезает. Он там, я знаю, радует людей, которые на него смотрят. Но через секунду ничего не остается. И в общем, вообще есть кто-нибудь еще загоняется по этому поводу? Зачем все это нужно? Есть люди, у которых, да? Да, здорово, ребята, здорово. Потому что что-то я прям ходил, ходил. И на какой-то конференции подходит ко мне человек. Ну мы так знакомы, немножко были. Он такой говорит, Дмитрий, привет. А ты все свою фигню снимаешь? Все эти фильмы на вот эту рекламу, все вот это, да? Не хотел бы ты куда-нибудь в Атлантический океан, фильм про китобоев, год снимать с ними там? Прям попал, зараза, мне в мою прям. А я такой, да нет, с чего это, все хорошо? Думаю я, сам думаю, надо китобоям, короче. Хороший я думаю. Вот об этом я не подумал. Неплохая идея. И у меня просто постоянно перед глазами был пример родителей, которые ходили на работу день за днем, год за годом. И они выполняли какую-то функцию. Но глобально все было очень предсказуемо. Что они делали, что они делают и что они будут делать. И у меня получается тоже было понятно, что я делал. Я снимал, снимаю и буду снимать. И ничего не останется. Но функцию я выполняю. А я никогда не хотел. Вот я знал, что точно так, как у меня родители, я точно так не хочу. А тут выяснилось, что я, собственно, тут же и нахожусь. В этой же самой ловушке. И у меня состоялся разговор с одним из моих знакомых. Мы сидели в кафешке на проспекте Мира. Вот так же, как тут машины там, короче. Жизнь мчалась. А я говорил, понимаешь, вообще непонятно, кому это надо. В чем смысл вообще всей этой фигни. Он такой говорит, а ты сам-то что ты хочешь? Ты вот, что ты хочешь делать? Я говорю, но я хочу вдохновлять людей. Хочу как-то на них влиять. Хочу делать, ну, что-то полезное. Чтобы у них чуть-чуть что-то поменялось в лучшую сторону. Он говорит, и почему ты это не можешь делать с тем, что у тебя есть сейчас? Я говорю, ты что ты понимаешь, как я сделаю? У меня тут корпоративный какой-то контент. И как я им буду людей вдохновлять? И сказал я, и подумал, а может быть можно попробовать? То есть я как-то это проговорил. И потом я, значит, додумывал, додумывал. И я понял, что можно. Можно то, чем я занимаюсь, делать так, чтобы это было не бессмысленно. Чтобы, ну, вот смотрите, я подумал. У меня есть контент, у меня есть аудитория. Понятно, что у меня есть тема, на которую я должен этот контент создать. Но я же могу в этот контент ставить что-то еще. Люди же посмотрят. И у них это, возможно, найдет какой-то эмоциональный отклик. И я пока вот думал, думал, думал. У меня вот это вот мой смысл, который был под вопросом, у меня знак вопроса немножко так выпрямлялся. И я в какой-то момент понял, что это реально. Это реально вообще можно делать. То есть с помощью контента я понимаю, что я могу людей мотивировать, вызывать в них какие-то эмоции, радовать их, сделать так, чтобы они грустили, сделать так, чтобы они о чем-то задумались. Ну, то есть я много чего могу. Круто. И я взял это на вооружение. Сейчас я вам расскажу пару примеров того, как это выглядит. Например, у нас есть ролик о благотворительной акции. Компания проводит благотворительную акцию, например, ну там убирает мусор, сотрудники компании убирают мусор, в каком Волго-река, например, течет. Они, значит, собирают грязь и делают природу чище. Информационный ролик достаточно скучный, понятный, банальный, собственно, что тут можно придумать. Но на самом деле, помимо этой информационной части, я могу вставить в ролик такую мысль, что забота — это очень важная вещь. Что мы должны заботиться не просто и о природе, понятно, и о людях, с которыми мы работаем, и которые рядом с нами. То есть этот ролик превращается из просто информационного в что-то, что человека тронет внутри. И он подумает, блин, ну да, важно заботиться, например. Или другой пример. Ролик о новой системе управления. Как компания внедряет ERP, например, еще какие-нибудь системы. И нужно рассказать сотрудникам, вот у нас в жизни происходят изменения, и вот теперь у нас есть такая система, давайте в ней работать. Помимо всего этого, мы можем донести с помощью видеоконтента, что движение — это жизнь, что нужно развиваться. Вот мы меняем свою работу, и вообще люди постоянно должны развиваться, должны меняться и совершенствоваться. С точки зрения абсолютно личностной. Потому что это позволяет нам становиться лучше. То есть на поверхности это информационные какие-то ролики корпоративные. Но на самом деле это ролики, которые касаются чего-то человеческого. И когда я начал в таком ключе мыслить и работать, я понял, что я не просто механизм, который перерабатывает эти пиксели в контент какой-то. Я не просто выполняю функцию, а я могу с помощью контента, помимо корпоративных задач, решать что-то личное, что-то общечеловеческое. И тогда, если я даже на один пиксель что-нибудь в ком-то поменяю, то моя жизнь и моя работа, мне кажется, сделаны не зря. И я думаю, что если те, кто создает контент, будут именно в этом ключе думать, то бессмысленного контента его будет меньше. Как для зрителей, которые смотрят, так и для нас, тех, кто его создает. У меня все. Спасибо. HR Media. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR-радио. И Медиапортал.